Следующий хадис. Я хотел бы, братья мои, чтобы мы все этот хадис прочувствовали сердцами и соскучились по хаджу. Соскучились по хаджу. Если мы еще откладываем хадж на следующий год, долги я отдам, я это сделаю, субханаллах. Отдыхать мы ездим постоянно в лучшие отели, машины меняем, телефоны меняем, одежду меняем. Что нам запрещает совершать хадж? Что нам запрещает совершать хадж? Кто-то сейчас бы хотел совершить хадж, не может, на кровати парализован. У кого-то нету разума. Кто-то не в религии. Кто-то в тюрьме. Кого-то не выпускает. Кто-то не может. Кому-то Аллах не дает. Что нам запрещает совершить хадж? Аллах дал нам риск. Аллах дал нам возможность поехать. Поэтому, чтобы мы соскучились по хаджу, прослушаем этот хадис, который проводит имам Ат-Табарани. Как только человек, например, с России, с Москвы, соберется поехать на хадж, в первый же день, как только выехал в аэропорт, как только он пошел уже совершать хадж, с каждым шагом, который поднимает его верховое животное, то есть или он на машине едет, с каждым, скажем, вращением колеса, как только поднимает и ставит обратно, Аллах прощает ему грех и записывает ему награду. Субханаллах, сколько наград, сколько тысяч километров, сколько наград Аллах, Субханаллах, записывает, сколько грехов, прощает. Пророк Мухаммад, саллаху, а что касательно двух ракаатов после тавафа, то подобно тому, как будто ты освободил раба из Бану Исмаил. А твой пробежка между сафа и Бану Исмаил, подобно тому, как будто ты освободил 70 рабов из Бану Исмаил. То есть одного раба освободить на пути Аллаха, Аллах спасает от наказания ада. Как будто 70 рабов освободил. А что касательно, Пророк Мухаммад, саллаху, а, саллаху, а, саллаху, говорит, что касательно твоего востояния вечером, предвечернее время на горе Арафа, то в этот момент Аллах, Субханаллах, распускается на первое небо, обращается к ангелам и гордится за своих этих рабов перед ангелами и говорит, это мои рабы. Посмотрите, это мои рабы. Пришли сюда с взъерошенными волосами. На них есть пыль. То есть тот, кто был на хадже, знает, где-то у него испачкался ихрам, взъерошенные волосы. Со всех точек моей земли они приехали сюда. Они надеются на мою милость. И тогда Аллах обращается. Если ваши грехи, подобно количеству камушек, песка, подобно количеству капель, которые капают с дождей, подобно пены в море, все я вам простил. Все я вам простил. Я умил Арафа. После этого Аллах обращается к паломникам и говорит, ступайте, все вам прощено, все грехи вам прощены. И за кого вы простили? На Арафа. Я тоже всем простил, говорит Аллах. Хадис продолжается. И дальше пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум, говорит, что касательно бросания камушек, то с каждым камушком, который ты бросаешь с шайтана, Аллах, субхану ва-та'ля, прощает тебе с каждым бросанием камушка. За каждый камушек прощает великий грех, который уничтожает человека. Великие грехи с одним камушком прощает. То есть, если первый день семь камней кидаем, следующий день двадцать один, следующий день двадцать один, следующий день двадцать один, с каждым камушком Аллах губительные грехи прощает. Что касательно принесения в жертву курбан, который приносишь на хаджа, то это является запасом для тебя в судный день перед Аллахом, когда ты увидишь эту награду. Что касательно забривания волос после хаджа, что за каждый волос, который ты сбрил, Аллах прощает грех и дает награду. А что касательно обхода вокруг Каабы после этого, то есть главный таваф хаджа после всех этих обрядов, то ты уже идешь совершать этот обход вокруг Каабы без единого греха, как наврожденный ребенок. После этого Аллах посылает ангела. И Аллах посылает в этот момент ангела, и этот ангел кладет свои руки на твои плечи, на плечи хаджия, на плечи паломника, и говорит, ступай дальше, живи дальше, и твори благие деяния дальше в будущей жизни, а все, что было, все прощено тебе, Аллахом Субхану Ва Та'Аля. Субхан Аллах. Валлах и братья, ради Аллаха прошу каждого, и каждого спросите, после этого кто хадж оставит? После этого хадиса, достоверного хадиса, кто оставит хадж? Или кто будет пренебрегать хаджем? Или на пенсию выйду потом? Валлах, и на пенсию, помимо Саллаха, мы ездим на хадж, видим, уже старику не так легко совершать хадж. Пока есть силы, пока есть молодость. Некоторые думают, а еще грехи соберу, еще там какие-то дела наделаю, потом уже одним разом сотру и так далее. Типа вернусь после хаджи, уже все, уже как бы нужно жизнь изменить. Субхан Аллах, ты можешь не дожить, ты можешь не дожить до этого, поэтому нельзя пренебрегать этим. Это такой же столб ислама, как намаз. Это такой же столб ислама, как пост в месяц Рамадан, как закат, поэтому мы должны спешить к Аллаху, Субхан Аллаху. Аллах приглашает. Когда салф и салих, сахабы, услышали вот эти хадисы, какая награда за хадж? Посмотрите, что говорят. Имам Захби говорит то, что Язид ибн Асвад за свою жизнь восемь-десять раз совершил хадж. То есть, да, Пророк Мухаммад, саллаху алейсану, сказал, хадж один раз фард. А кто больше совершит, это ему как дополнительная награда. Но как они узнали достоинство этого хаджа, Язид ибн Асвад восемь-десять раз совершил хадж. И что Суфьян ибн Асвад, хадж 8 хаджа, также и великий ученый, Суфьян и Асвад, 80 раз совершил хадж. И так же имам Захби говорит касательно ибн Асвад, он совершал хадж пешком из Турции, из Египта, на своих ногах совершал хадж. То есть не было самолетов, не было поездов, машин, VIP, пятизвездочных гостиниц, кондиционеров. Пешком совершали хадж, зная, какая великая награда. Али ибн Абдул-Хамид, как приводится в книге Аль-Хилья, приводит это Абдул-Хамид, говорит, из Халеба, из Алеппо, я совершил пешком в Мекку сорок раз хадж. Сорок раз хадж. То есть примерно два с половиной, три месяца занимала дорога. То есть не было самолетов, не было машин и так далее, поездов, но они знали, какая великая награда за совершение хаджа. То есть, а что нам запрещает совершить хадж? Что нам запрещает сегодня совершить хадж? Абдул-Турабан-Нахшаби, как я сказал, Хатиба-Л-Багдаде в книге Тарих, я говорил, Абдул-Турабан-Нахшаби, как приводится эта история, от Хатиба-Л-Багдаде в книге Тарих, он говорит, Когда был день Арафа, я видел, 55 раз вставал и видел 55 разных ситуаций. И когда я смотрел на паломников, кто-то из них плачет, кто-то из них делает дуа, кто-то из них проявляет вот эту слабость перед Аллахом, перед Аллахом, проявляет надежду в прощении, обращается к Аллаху, плачет, сказал, Я собрался на гору Арафа и увидел положение паломников, как они с трепетом молят Аллаха о прощении, сказал, обратился к Аллаху, Аллахумма, мэллэм тэкбэль хаджата, фэинни ухди саваба хаджатила. О, Аллах, если у кого-то из них ты не принял хадж, то свою награду хаджа я дарю им, посвящаю им. Каль, ثуммэ афаднана мин Арафа иля муздалифа ванимт. После этого, после Арафа люди идут в сторону муздалифа. Я прилег спать. Каль, И тогда слышу голос во сне. Мне говорит, что какой-то голос во сне. Ты хочешь быть щедрее меня? В тот момент, когда я самый из щедрейших услышал такой голос. То есть, клянусь Аллахом, каждый, кто приехал сюда и находился на Арафа, всех я их простил. Субханаллах. То есть, почему? Потому что этот человек приехал в гости к щедрому, на щедрейшем Аллаху, субханаллаху, и Аллаху, и он говорит, ты думаешь, что ты щедрее меня хочешь, посвятить свою награду? Аллаху, и всех я их простил.